20 служебных автомашин марки «Нива» поступили на службу ГУВД Чуйской области. Переданная техника пополнила автопарк органов внутренних дел всех восьми районов Чуйской области, город Токмок. Церемония прошла в рамках форума «Безопасная страна. Стабильное будущее». Намечено провести по всей территории республики. На прошлой неделе такой же форум и вручения проводились в Нарвизской области, сегодня в Чуйской области. И в ближайшем будущем такие форумы, вручение таких автомашин будет проведено во всех областях республики. Форум предназначен для консолидации усилий всех государственных органов в профилактике правонарушений. Новая автотехника значительно облегчила нужды правоохранительных органов. Ее особенно ждали отдаленные горные отделы милиции. Со старыми машинами было трудно подниматься на возвышенности, и это немного тормозило оперативную работу милиции. В таких условиях возникала нужда в современной и мощной технике. Предупреждение правонарушений и их ликвидация – наша главная задача. В этом случае назревала необходимость в новых автомашинах для быстрого реагирования. В основном в Бешкунгейский помп поступали заявления о скотократстве и других нарушениях. Добраться до верхних районов было сложно, и тем более на одной единственной машине. Сегодня наши возможности расширились с новой Нивой. Соответственно, это позволяет быстро принимать соответствующие решения и спасать жизни наших граждан. В прошлом году за счет выделенных средств из республиканского бюджета милиционеров удалось оснастить 82 планшетами и 81 боди-камерой. Продолжать оказывать помощь правоохранителям материально-технической базой намерено полупредство Чуйской области. Это было отмечено на сегодняшнем форуме. К каждому районному отделу внутренних дел мы стараемся выделить достаточно денежных средств, обеспечить сотрудников боди-камерами, планшетами. Выделяется денежные средства для установки видеокамер в общественных местах, чтобы какие-либо правонарушения или совершаемые преступления раскрывались, так сказать, по горячим следам. Общие совершенные преступления в общественных местах и на улицах на процентов 30 снизили, благодаря поставленным камерам распознавания лицами. То есть, если взять кражи, хулиганство, грабежи и мелкие хулиганства на улицах, они в общем итоге на процентов 30 уже создаются. Мы еще добиваемся поставить камеры везде, где скопление людей на рынках, на торговых центрах, и в магазинах, и на улицах. Необходимо на территории Чуйской области, надо поставить в многих местах еще, но мы обхватываем только 30% по области. Еще стараемся. Проекты есть. Это по всем районам, по городам тоже у нас добро. Особенно у нас Алабединский район и Соколукский район много дают преступлений фактически. И вот это семейное насилие, хулиганство, грабежи. И вот в основном по Соколуку и по Алабединскому мы тоже обхватываем. Патрули сейчас намного усиливаем в этих местах. Помощь правоохранителям в снижении уровня преступности оказала цифровая техника. Камеры с функцией распознавания лиц нейтрализовали правонарушения в Чуйском регионе на 30%. А в целом по республике удалось пресечь свыше 3000 фактов незаконных деяний. То есть уровень преступности снизился на 13%. Продолжить установку таких камер намерены и в этом году. На этой неделе форум стартовал в Нарынской области. Горный регион также получил новые спецмашины. Сегодня мы поговорим о проведении работы по снижению преступности и усилению безопасности в Чуйской области. Назревает необходимость в цифровизации. Как мы видим, с установкой 3000 камер видеонаблюдения по всей республике значительно снижается уровень преступления в общественных местах. По горячим следам находятся разыскиваемые преступники. Мы и дальше намерены следовать национальному плану. Форум продолжится и в остальных городах регионах страны. Служебные спецмашины также будут поступать на баланс районных отделов милиции. Салим Адюшимбекова, Джумабай Смоналиев, УТР Качуй.